В Бийском краеведческом музее хранится редкий экспонат. Замок от Рейхстага на родину в 1945 году привез обычный солдат. Подробности далее. Курфюрст Фридрих III снизу вверх смотрит на посетителей Бийского краеведческого музея. Это сейчас. Раньше он созерцал панораму Берлина и ладони руководителей Германии. От Отто фон Бисмарка до немецких кайзеров Гитлера Геббельса. 51 год Фридрих III находился на ручке от ворот Рейхстага. Здание германского парламента. Находится он на ней по-прежнему. Только вот в 1945 году ручка вместе с замком была из ворот вытащена, а в 1962-м стала музейным экспонатом в России. Замок, видите, он был закрыт. От взрыва он сильно пострадал, был вырублен. И вот до сих пор он закрыт. Ключа нет. Военный трофей появился в Бийском краеведческом благодаря майору 107-й стрелковой дивизии Владимиру Федоровичу Кураеву, прошедшему Великую Отечественную войну, участвовавшему в боях под Сталинградом, Москвой, Берлином. Когда прогремела победа, Рейхстаг был занят советскими войсками. Тем не менее, Рейхстаг все равно символизировал немецкую империю, немецкую мощь, нацию. Поэтому и был как раз поставлен вопрос, что брать именно Рейхстаг и там водрузить знамя. Однако попасть туда было непросто. Объект охранялся солдатами. К счастью, одного из них Владимир Краев знал. Он-то и пустил нашего земляка исследовать фашистскую цитадель. И, конечно, взять что-либо на память. Тогда так делали многие. Сначала предложили отломленную голову статуи немецкой. Мраморная статуя. А вот замок, на ней тоже такая же голова Курфюрста. И вот, может быть, тебе этот замок больше службы послужит. Замок действительно Владимир Федорович хотел использовать в хозяйственных целях. Повесить на сарай, например. И мог Курфюрст Фридрих Третий созерцать посадки на огороде советского солдата. Но о наличии замка узнал директор Бийского краеведческого музея. Получить такую реликвию в экспозицию хотелось бы многим. Краев отказывать не стал. Начали просить этот замок в Москву, просили в Берлин. Тогда восстанавливался рейс так, как музей. Замки от остальных трех ворот в послевоенные годы своего места не покинули. И были сняты значительно позже, вместе с воротами. Бийский раритет сейчас самый значимый и популярный экспонат музея. И теперь все-таки уже не Курфюрст смотрит на людей, а люди на него. Но видят они все-таки не Фридриха Третьего, а реликвию, обозначающую Великую Победу.